Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня пятница, я отвечаю на ваши вопросы. Пишет мне сегодня Николай. Давайте откроем его письмо. Александр, здравствуйте. Николай, здравствуйте. Самая трудная вещь для меня в жизни – это быть самим собой. Почему-то я меняюсь в присутствии разных людей до неузнаваемости. Потом я ненавижу себя за это. Я не слабый. У меня есть цели, и я работаю над собой. Я знаю, какое я на самом деле, но не могу себя проявить в общении с другими людьми. Пожалуйста, скажите, есть ли какие-то упражнения или рекомендации, которые помогут мне стать самим собой. Я устал играть роли. Пожалуйста, помогите. Отдельное спасибо за видео «Синдром Пальмы». Ваш поклонник Николай. Николай, спасибо, что смотрите мои видео. В этом видео я дам вам пять конкретных рекомендаций, упражнений, как стать самим собой. И вот что я скажу с самого начала. Проблема очень серьезная. Людям говорят, будьте просто самим собой. Нет ничего сложнее, чем быть самим собой. Стать самим собой – это своеобразная тонкая настройка приемника. Немножко влево, и ты уже не такой. Ты слишком мягкий, немножко вправо, слишком жесткий. Найти себя по жизни – это самая ценная находка будет в вашей жизни. Я расскажу вам сегодня, как это сделать. Во-первых, почему нельзя смириться с этой ситуацией? Первое. Если вы играете какие-то роли по жизни, вы вечно находите состояние дисбаланса с собой. Вы как будто принимаете позу, вот так вот, какую-то кривую, как будто бы неудобно вам. Вы должны в этой позе вечно стоять. Вы расходуете все ваши силы на удержание этой кривой позы. Вторая причина, почему нельзя ситуацию ставить, как она есть – потому что вход в бизнес, всегда это отношение, отношение строится на доверии. Если вы играете роли, к вам не может быть доверия. Вы навсегда прикрыли себе вход в бизнес. И третья, не знаю, даже самая важная, либо одной из самых важных причин, почему так нельзя ставить ситуацию, это потому что, если вы играете роли с другими людьми, то вашей целью в общении всегда становится не ваша личная цель, а цель угодить другому человеку. Вы превращаетесь в медный пятак, который хоть и всем нравится. Давайте к делу. Итак, пять упражнений. Как найти себя и быть самим собой? Упражнение первое. Почему мы не можем вести себя, каким мы есть на самом деле? Мы хотим понравиться, верно? Мы все хотим быть любимыми. Так вот, чтобы найти себя в общении, нужно не просто не пытаться понравиться, нужно сделать противоположное, это как упражнение с отягощением, нужно пытаться не понравиться, намеренно пытаться не понравиться. Я знаю, что сегодняшние советы мои кому-то покажутся очень непопулярными. Герасименко чего-то там опять хитрого надумал. Все эти упражнения я продумал лично. Я лично их придумал и лично через них прошел. Вы замечаете по моим видео. У меня были видео пятилетней давности, где я сильно пытаюсь понравиться, где видно, что я могу быть лучше. В этих видео сегодня я настоящий. Сейчас входят здесь люди. Много людей, многие люди прямо сейчас на меня смотрят. Вот они смотрят сейчас и улыбаются на меня. Пускай смотрят и улыбаются. Вот я сейчас нахожусь по жизни в ситуации, где я себя полностью нашел, где я могу быть самим собой в любой аудитории, в любой ситуации. Хотите сделать то же самое? Проделайте те же самые пять упражнений. Поэтому моральность, а моральность сейчас выкидывается в сторону. И просто доверьтесь опыту. Итак, пытайтесь не понравиться человеку. У меня история была следующая. Когда мне было 4 года, мне подарили родители самокат. Я очень любил самокат, но была одна интересная вещь. Как только мои родственники видели меня, как я на нем еду, и я видел их, они замечали, как я в два раза припускал на самокате. Я ехал быстрее, чтобы показать, как быстро я могу на нем кататься. Сегодня мне звучит очень смешно. Позднее я вырос. У меня появились друзья, и у нас были интересы. Один из интересов, конечно же, был знакомство с противоположным полом. Так вот, вот это время, начиная с 18 лет, было время, когда мы прекрасно научились пытаться не понравиться намеренно. Я объясню, что мы делали. Смотрите, к тому моменту я уже был студентом медицинского вуза. Это престижно быть студентом медицинского вуза. Я уже совершенно свободно был на английском языке. Даже тогда уже. Как вы думаете, как мы представлялись молодым девушкам, когда мы с ними знакомились? Мы говорили, что мы... Ребята, кем вы работаете? Чем вы занимаетесь? Работаем в пункте приема стеклотары. Утром принимаем, вечером грузим. Мы действительно так говорили. Сначала это было дискомфортно, потому что, ну как же так? Мы такие умные ребята, мы старались, мы работали над собой. Нет, принимаем стеклотару утром, вечером грузим. Почему? Во-первых, этот метод работал, потому что девушки видели, что у нас есть какая-то интрига. Их привлекала какая-то загадочность. Они понимали, что здесь что-то ненастоящее. А во-вторых, это было упражнение. После того, как мы сказали, что мы настолько низко уровнили планку, очень нравится в общении, когда другой человек не пытается понравиться. Если мне пытается понравиться, значит мы пытаемся манипулировать. Пытаюсь манипулировать, что мне от меня нужно. Я опасаюсь, я закрываюсь. Когда человек не пытается понравиться, мы открываемся к общению с ним. Когда он пытается понравиться, мы ждем какого-то подвоха. Мы ожидаем. Здесь есть высочайший элемент недоверия в этих общениях. Поэтому, чтобы преодолеть барьер желания понравиться, нужно делать специально, чтобы желание не понравиться. Это видео «Как стать самим собой». Многие истории, о которых я вам сегодня расскажу, они совершенно личные. Сегодня я стану публичной впервые. Давайте это сделаем. Другая история была. У меня был один друг, он был зубным техником. То есть он делал зубы и вставные челюсти. Он сделал вставные челюсти себе и мне. У него была верхняя, у меня была нижняя. Это были самые кривые зубы, которые когда-либо были у кого-то, включая живых людей, либо сделанные челюсти. У меня здесь один рос, коренной зуб рос наружу. Здесь стал большой железный зуб. Они все были в таком сумасшедшем порядке, налезали друг на друга, и рот при этом не закрывался. Но десна и цвет зубов были сделаны как настоящие. Если вы одеваете, когда мы одевали эту челюсть, она была абсолютно похожа на настоящую. Что мы делали с этими челюстями? Опять-таки мы знакомились с молодыми дамами на улице. Удобленная ситуация. Совершенно нормальные интеллигентные ребята. Подходят к девушкам, мы открываем рот, и они видят, что у нас такое безобразие творится. Они смеются с нас, мы смеемся с них, потому что понимаем, с чего они смеются. Они смеются, потому что мы смеемся, как будто бы непонятно, что происходит. Цикл повторяется многократно. Это просто большую количество смеха. Мы садимся попить кофе с ними вместе в кафе, и минут через 15 общения я отворачиваюсь и снимаю эту челюсть. А не, а где? А где что? Ну, зубы у тебя были. Да вот они мои, зубы настоящие. Нет, нет, у тебя были другие. Что мы обнаружили, что, когда ты пытаешься не понравиться намеренно, имеет какой-то магнетический эффект на человека. Используйте его, используйте это упражнение. Помните, чтобы построить мышцы в теле, нужно делать упражнения с отягощениями. Чтобы построить мышцы ментальные, нужно делать такие же упражнения, с такими же отягощениями, но ментальные упражнения. Поэтому первое упражнение будет для вас. Делайте вещи, которые покажут вас не с лучшей стороны, а, возможно, даже с худшей стороны. Пытайтесь не понравиться И ни в коем случае никогда не хвастайтесь Упражнение второе Упражнение второе не менее тяжелое, чем первое Но сильно работающее Почему мы, общаясь с людьми, хотим... Забирайте Это ставьте Почему мы хотим так сильно понравиться? Есть еще один фактор вложенного общения Мы боимся быть непонятными А что, если нас не поймут? Так вот, второе упражнение Создавайте ситуации, где вы будете непоняты намеренно Ух ты, как это тяжело Пять лет назад, когда я открыл мой спикер-клуб и уже выступал публично У меня была проблема В некоторых трудных аудиториях я пытался понравиться Я не знал об этом, но это было видно на видео Мне это очень не понравилось И нужно было что-то с этим срочно делать На протяжении одной недели я делал это упражнение Я сам его придумал, но упражнение сильнейшее Я походил на улицу к незнакомцам И говорил Здравствуйте, можно я задам вам вопрос? Они говорили, да, пожалуйста, спрашивайте И я стоял, молчал и смотрел на них, ничего не говоря Спрашивайте А ты стоишь и смотришь Ты похож на полного идиота, ты об этом знаешь Но ты создаешь ситуацию, в которой тебя человек не понимает Что за дебил такое? Ну как же так можно было? Ты специально ее создаешь Ты создаешь ситуацию, где ты не ожидаешь большого понимания Потому что мы ведем себя несвойственно себе в общении Потому что ждем излишнего понимания Если вы можете создавать ситуацию, где вы ожидаете непонимания И делаете это намеренно Вы никогда не будете пытаться понравиться вашему собеседнику Вы можете быть сами собой после этого Я рассматриваю все эти упражнения на то, чтобы быть самим собой Как своеобразная ладка миномета Я поясню, что я имею в виду Представьте, двигается пехота Они подвергаются минометам и огню Первая бомба взрывается перед ними А, ерунда, они попали Вторая бомба взрывается позади них Ерунда, они попали Нет, не ерунда Третья попадает в точку Потому что шла пристрелка То же самое происходит в жизни В большинстве случаев мы ведем себя излишне мягко с людьми Чтобы пристреляться, нужно иногда перебить Через свою цель Иногда не добить И постепенно, постепенно вы отцентруете ваше поведение То же самое происходит здесь Намеренно создавайте ситуацию Где вас не понимает ваше окружение Дальше пошли Следующее упражнение, третье Оно, пожалуй, самое трудное Самое аморальное с точки зрения многих людей Я знаю, что сейчас будут меня критиковать Но оно очень сильно работает Смотрите, здесь есть следующее понимание Либо вы делаете упражнение, добиваетесь вашей цели Либо вы дальше будете моральным, хорошим мальчиком, девочкой, пайникой Всем угождающим Но та, которая не может быть сама собой Итак, третье упражнение Создавайте ситуацию В которых другой человек, ваш собеседник Будет чувствовать себя некомфортно То есть, мы же пытаемся угодить Мы создаем комфорт Мы соглашаемся и говорим Да, не заслушав предложение Но если вы специально создаете ситуацию Где собеседник может быть некомфортен Вы никогда не дакнете заранее Вы до конца его выслушаете Вы создаете ощущение силы И вы в конце концов можете быть сами собой Потому что вы не пляшете по чью-то чужую дудку При этом предостерегу сразу Не делайте этого с близкими людьми, с друзьями Это не нужно, они знают вас Тренируйтесь на незнакомцах Незнакомцы это прекрасный тренажер Для того, чтобы найти себя В конце концов, чаще всего мы с ними себя теряем, верно? Поэтому снимем себя же, даже мы и найти Как это делал я Помню, я стоял в супермаркете У меня было много разных упражнений Сегодня нет времени на все их Но я стоял в кассе, в очереди Мне посчитали, ваш счет 5 или 6 тысяч рублей Я смотрю девушку на кассе и говорю Ну хоть 300 рублей уступите, так дорого Она просто ошалела там Мы обычно не торгуем в супермаркете Помню, что я подходил к людям, которые расставляют товары в магазинах У вас такая красивая униформа Какого она размера, где вы ее взяли Им было очень некомфортно говорить на такие темы Сам по себе разговор был абсурден Но ты его создаешь Ты задаешь вопрос Ты бросаешь его туда И ждешь, как себя сейчас поведет человек Когда был в Бразилии Меня научили очень интересные активности People watching Наблюдение за людьми Ты садишься снаружи вашего отельчика Кругом ходят люди Люди там с выбранной внешности Они все совершенно разные И наблюдать за ними одно удовольствие Так вот, people watching Это одно из частей Создавания дискомфорта в общении для другого человека Ты бросаешь ему какой-то вопрос Какую-то фразу, которую он не ожидает Стоишь и смотришь на него Мы боимся оценки Когда оценивают нас Представьте ситуацию Ты сказал что-то И теперь не тебя оценивают И не ты пытаешься понравиться А ты оценщик Ты в роли экзаменатора Сделайте так называемый Role Reversal Возврат ролей Теперь вы экзаминируете другого человека А он экзаминирует вас Пойдем дальше Четвертое упражнение Четвертое упражнение, но, пожалуй, самое более зрелое Если все эти вещи вы делаете в начале вашей карьеры Спикер, если вы спикер В начале вашей бизнес-карьеры Или когда вы просто еще молоды То четвертая вещь Она подходит каждому зрелому бизнесмену Подходит любому человеку, у которого уже есть серьезно состоявшаяся карьера Итак, четвертое упражнение Как быть самим собой Доведите себя до состояния Когда кривляться вы просто больше не можете У вас не хватает на это сил Впервые со мной такое случилось Когда я провел первый мой длинный тренинг Он длился 10 часов 15 минут Я начал 12 часов дня И закончил в начале 11-го В конец моего тренинга я выступал без микрофона Я настолько сильно устал Я просто больше не мог кривляться Я был таким, каким я был на самом деле Знаете, что было сильнейшим открытием для меня? Такое было на самом деле Понравилась аудитория больше всего Люди не хотели расходиться даже в начале 11-го Почему? Потому что весь уже мой адреналин был выработан от почек Я просто не мог уже напрягаться Я мог быть только таким, как вы есть на самом деле Сделайте то же самое Если ваш бизнес – это общение с клиентами Общайтесь с ними больше Общайтесь так много, что вы просто уже не могли Напрягаться и кривляться Фактически вы отцентруетесь, общаясь с людьми Само по себе общение – огромное количество обратной связи Вас заставит найти себя И держать это равновесие Быть самим собой – своеобразно Похоже на метафору серфера, который поймал свою волну Он поймал и едет на ней Как только вас с этой волны сбросили Если вы долго пребываете в роли самого себя Вы очень быстро можете опять на эту волну залезть Итак, подытожим Четыре упражнения, которые были до сих пор Первое – намеренно пытайтесь не понравиться Это упражнение, которое балансирует желание понравиться Если ваши весы склонны сюда Поставьте гирьку здесь И он перевесит Пытайтесь не понравиться Вашему собеседнику лучше не знакомиться Второе упражнение Ищите непонимание Непонимание склонит баланс в сторону центра Вы будете готовы, вас не понимают Это нормально Вы должны пройти комфортно через непонимание многократно Третье – создавайте дискомфорт в общении Четвертое – устаньте Устаньте притворяться Окружите себя таким большим количеством общения С незнакомыми людьми, что вы просто уже больше не могли притворяться И пятый способ Пятый, пожалуй, самый advanced Самый продвинутый Будьте в хорошем настроении Что я понял, что Когда мы находимся в хорошем настроении Мы просто не можем притворяться Мы не хотим Почему мы не хотим? Потому что хорошее настроение Это блокиратор негативной обратной связи Люди могут думать сейчас про меня Совершенно что угодно здесь Но когда у меня хорошее настроение Да ради бога, ребят, меня это вовсе не ранит Очень важная вещь Хорошее настроение Оно часто может быть заменой Всем предыдущим четырем пунктам С вами был я, Александр Ерсеменко До встречи